Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии передачи «Добрый вечер, Гомель» вас приветствует Александр Гамолин и Светлана Князева. Саш, помнишь, я тебе как-то рассказывала о существовании у нас в Гомеле папа школы. Предлагаю тебе поделиться этой информацией с нашими телезрителями. Конечно же, помню, такая школа существует уже 6 лет. Она объединяет в себе мужчин, которые готовятся стать отцами, либо уже являются ими. Цель проекта – помочь мужчине не просто стать отцом имя, которого впишут свидетельство о рождении ребенка, но и настоящим папой. Ведь все мы хотим, чтобы наши дети были умными, талантливыми, красивыми, здоровыми и, конечно же, повзрослев, реализовали себя. Вот сценарий будущей жизни маленького человека закладывается буквально с первых дней, часов его жизни. И каким будет этот сценарий – интересным, веселым или не очень интересным и унылым – зависит напрямую от родителей. Так что роль папы важна так же, как и роль мамы, Саша. С тобой абсолютно согласен. Об этом и не только мы поговорим сегодня в первом блоке нашей телепередачи. Итак, у нас в гостях сегодня модератор проекта «Папа школа» Сергей Бычков. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, ну для начала расскажите, ну пожалуйста, что за проект такой «Папа школа»? Откуда вообще эта идея? Может быть, чей-то опыт помог вам в реализации себя в этом деле? Ну проект, как вы уже говорили, длится уже 6 лет у нас в городе. Уже в сентябре было 6 лет как раз ему. Проект начался в 2009 году. Было достаточно интересное начало было. Как-то просто в новостях прочитал, что Минский городской социальный центр обслуживания семьи и детей организует группу модераторов, скажем так, для работы с молодыми отцами. Написал письмо директору этого центра, и он взял и ответил. Смотрю, там пришло. Приезжай. Вот так вот сразу. Да, да, да. Приезжай. Все демократично. Да, как-то. Я не ожидал, честно говоря. Потом приехал туда к ним, в соццентр, и мы там где-то пару дней позанимались. Мы брали шведский, российский и украинский опыт, но в основном российский опыт, опыт Питера по проведению таких групп. И после приезда, где-то через пару месяцев, мы уже где-то в мае-юнь, по-моему, встречались где-то, ну и в сентябре стартанули с группой уже здесь, в Гомеле, и в принципе достаточно успешно. Да-да-да, достаточно успешно. В заседании папочки. Да, достаточно успешно. И до сих пор работаем, вот 6 лет. Вот, в принципе, так все начиналось. На сегодняшний день, конечно, у нас уже все свое, вся своя программа, наверное, процентов на 90 измененная вот с того времени. Сейчас про программу поговорим. Скажите, ну откуда вообще? Ну это настолько интересно и необычно вообще. Как вы этим заинтересовали в свое время? Что потолкнуло? Наверное, когда родился свой ребенок, когда начал обращать внимание просто на то, что происходит с семьями, потому что достаточно интересно, да, наверное, у нас процентов 30 детей, они растут без отцов на сегодняшний день. Да, это достаточно серьезная проблема, плюс уровень разводов, который там, да, больше половины зашкаливает у нас. Вот как-то обратил на это внимание, почему захотелось поработать с отцами, и мы пробовали уже что-то делать еще раньше, там, на базе нашей школы, где учится, моя старшая дочь училась. Вот, ну как-то ничего не получалось, не складывалось, у нас пока не появился проект, пока не появился какой-то шаблон, какое-то понимание, как это все делать, вот, ну и до сих пор все это делается. Ну, благородный такой поступок, не остаться просто равнодушным к ситуации. Да не только благородный, это, в принципе, уже назрело к тому, чтобы у нас появлялись такие школы в Гомеле, ведь не так, как вы считаете, ведь до этого не было такого специализированного учреждения. Наверное, в Европе это более популярно уже давно, а у нас нет. Да нет, наверное, в Европе тоже не совсем популярно. Популярно это в Швеции, и то он популярно относительно настолько. Хорошо работал Питер, вот, да, мы вот их опыт брали, там достаточно хорошо работали они на сегодняшний день. По поводу работы с отцами однозначно да. Почему? Потому что, смотрите, появляется ребенок, а он увидит в женских консультациях, да, мам в основном. Ну да. Ну, потому что как-то мы все считаем, что мамы должны как-то готовиться, да. На самом деле папы тоже хотят готовиться. Вопрос только где, да. В час дня они с работы не поедут готовиться никуда, да. Искать информацию в интернете, ну, на сегодняшний день это, ну, убьешь, наверное, там, не знаю, день, два, три, ничего не найдешь там, или найдешь какой-нибудь хлам, которого хватает. Вот, поэтому работа действительно назрела, как бы, и та посещаемость, которая у нас сегодня есть, та стабильность, с которой мы работаем, говорит о том, что это достаточно интересно, как бы, ребята ходят, и все хорошо. А как вот из интернета начальная, да. Еще все начиналось, да, сколько было, вот, в начале посетителей мужчин. И как сейчас. Да, интересно, потому что, когда приехал с Минска, хорошо, нас поддержала тогда администрация Железнодорожного района, и тогда глава еще детской поликлиники центральной, которая предоставила нам место, и консультации, вот, по поводу этих встреч. Первую группу мы собирали месяца два, наверное, вот, собирали, пришло четыре человека, я был рад, что они пришли, потому что я там сомневался, там, придут, не придут, там, говорили, да, ну, это не пойдет, у нас там это не работает. А как собирали, кого, так сказать, агитировали, на кого-то ближе, со своих знакомых? Да нет, как раз, мы пошли стратегическим путем таким, то есть поехали, я поехал, просто повстречался с заведующими консультаций женских, ну, потому что целевая аудитория, как бы, она там, вот, к сожалению, да, к моему большому, или к счастью, не знаю, беременных пап не видно, вот, их не видно, пока они не скажут, но мы их не видно, да, поэтому единственное, через кого мы могли достучаться, через беременных мам, да, они в консультациях, поэтому мы проехали по заведующим консультациями, познакомились, рассказали о проекте и попросили разрешения проводить, там, трех-пятиминутные, буквально, такие мини-презентации. Ну, знаете, в женских консультациях тоже такие, я когда ходила первый раз, некоторые папы приходили на эти встречи. То есть мамы уже достучались до своих мужей, и мужья пришли к вам, я правильно понимаю? Ну, скорее так, не то, чтобы достучались, мы просто передаем информацию, которую они могут передать, да, своим мужьям. Просто, знаете, такой интересный момент, по своей семье вижу, да, если там мама захочет, папа придет, ну, по умолчанию, особенно, да, когда тут уже ожидают ребенка, потому что момент такой волнительный достаточно для всех. Вот, поэтому просто передаем информацию, ребята приходят, да, и хорошая статистика у нас. Хорошо, но сейчас хорошая статистика, а поначалу, вот, вы говорите, 4 было всего лишь первая группа, потом это было уже 8 и георитетической прогрессии? Да, да, где-то так. Мы, на самом деле, мы стараемся больше 10 человек группу не набирать, вот. Максимум, который мы были, это просто не смогли отказать, там была группа, у нас человек 15, наверное. А почему? Ну, это же, мне кажется, просто сидишь, слушаешь, может быть, любая аудитория, нет? Ну, мы, да. Просто сидишь, слушаешь. Или, может быть, нам надо уже узнать побольше о специфике, да, что предлагается, нужно понять. Куклы у них есть. Есть куклы? На всех не хватает. Появилась у нас кукла через, наверное, год после занятий, там, пришли к пониманию, что она необходима. Надо же как-то пеленать, научиться, в конце концов. Да, как это выглядит, потому что, да, было прикольно, особенно вот, когда начинали, памперсы уже были, они появлялись, но, не знаю, были там еще вопросы по ним, там, можно, нельзя, и, да, и ребята там, о, памперсы, да, там, ну, как бы, да. Чему учите памперсы? Смотрите, у нас проходят четыре встречи всего, мы сейчас проводим четыре встречи. Первая встреча, как правило, посвящена совместным родам, подготовке к родам, внутриутробному воспитанию, в общем, тому, что папа может делать вот сейчас, да, вот, по отношению к маме, к ребенку. На период, когда еще беременна. Когда беременна, да. Там, песни петь, например, да, то есть, очень отлично. Разговаривать, поглаживать. Да, кстати, знаете, почему? Почему? Потому что, вот, очень просто. На самом деле, голос отца, он за счет более низкого тембра легче проникает в околоплодные воды, и ребенок лучше слышит папу, чем мам. Поэтому это очень интересно. Вот. А вторая встреча у нас, как правило, посвящена появлению ребенка дома. Это кроватки, коляски, памперсы, купания. То есть, такая, ну, большущая, практическая, где мы куклу используем как раз. Только-только родился, вот, что делаем с маленькими. Куклы в ванночке используем, да, приносим, да, там показываем, как это все делать. Третью, на третью встречу мы буквально пару лет назад начали приглашать мам, вот, и проводить такую совместную встречу, касаемо, там, семейных отношений больше вот в этот момент времени. Потому что ни для кого не секрет, что это самый, наверное, один из самых кризисных, ладно, моментов жизни, да. Потому что где-то порядка 40% разводов, по моей статистике, это первые 4 года, ну, которые приходятся на появление ребенка. Самые тяжелые. В том числе. Ну, наверняка, да. Притирки. Притирки в том числе, да. И заключительная встреча, мы уже где-то занимаемся воспитанием, там, от нуля до года и отвечаем на те вопросы, которые остались. Вот, а их, как бы, много. Какие вопросы у отцов, вот, чаще всего, вытекают? Вот, с какими, вот, неумениями они приходят или вопросами, или проблемами? На самом деле, смотрите, базовое понимание у всех-то есть оно, да, вот, ну, по фильмам, не знаю, по какому-то там понятию своему, да, оно какое-то есть. Но когда вопрос касается, там, конкретных моментов, например, совместные роды, да, то есть, ну, как бы, вот, для многих это интересно. Вот, многие не готовы, а кто-то готов. Вот, вопрос такой, как это все проходит. То, что касается самого ухода за ребенком, это, однозначно, вопросы по купанию, вот, вопросы по организации, вот, всего совместного быта, да, мы делимся такими фишками своими, где, например, лучше ставить кроватку так, чтобы папе не ночью не вставать. Ну, понимаете, мы все делаем для того, чтобы было хорошо папе. Да, 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 потому что будет хорошо папе, да, будет хорошо маме, там, да, или он будет стараться делать хорошо, будет все хорошо, да. Поэтому, вот, где, вот, как организовать свой быт, где что купить, где что достать, да, и ребята какими-то постоянными новшествами делятся. Недавно пришли рассказать, что там японские памперсы появились, например, уже с вырезом под пупок только. Я не видел никогда, но приносили, показывали, действительно. Уже где-то даже раздобыли у нас в Гомеле. Да, не, не в Гомеле, с России привезли, показали, вот, да. Ну, как-то в Гомеле не видел популярности особой у них, да. Вот, вот, в принципе, так и занимаемся. По поводу семейных отношений, конечно, когда мы касаемся вопросов уже, там, например, нужд, мужа, нужд жены, которая, вот, есть на сегодняшний момент тоже достаточно интересна для ребят. Ну, и вопросы воспитания, это уже после того, как родился ребенок, да, вот, буквально последняя встреча, заключительная, одна из встреч, которая была вот на прошлой неделе, буквально, когда папа пришел и говорит, слушай, появился ребенок, я две ночи не сплю, думаю, на третью упаду где-нибудь, да, и все, не встану, да. Там, а что делать, а как, вот, у нас есть консультанты-врачи, которым мы отправляем, мы не занимаемся, естественно, лечебной никакой, там, практикой, никаких советов, там, и так далее, в этом плане, но есть консультанты, которые мы можем отправить, которые могут, там, помочь, что-то подсказать, ну, как-то сделать. Сергей, ну, приходят папы, как в основном, первопапы, первый ребенок, или есть такие уже, которые не первый ребенок, может, даже многодетные? Мы проводили исследования, на самом деле, по этому поводу, где-то 87%, но около 90%, это те, кто ожидает первого ребенка, приходят к нам, те, кто ожидает второго, также приходят, многодетные было немного, но были, были многодетные. Я даже знаю, один пример, мне кажется, это очень полезно, когда приходит папа, у него же опыт и так, и так, он разный, много детей. Ваш Геннадий, расскажите про вашего Геннадия. Да, это еще наш модератор Геннадий, ему 47, по-моему, если я не ошибаюсь, лет, у него пятеро дочерей, вот, пятая дочка родилась, вот, и год, буквально год, около двух лет. Вот, он пришел несколько лет назад тоже на группу, ожидая, там, большой разрыв, да, между детьми получился, вот, как раз в этот период достаточно интересно, потому что все поменялось. Например, между моей старшей дочерью, да, и младшим сыном все по-другому, там, памперсы другие, там, не знаю, исследования другие, мысли другие. И ваше даже отношение к детям другое, потому что в силу возраста у нас меняется. Да, ну, как-то мы поспокойнее, наверное, в жизни, да. Нет, ну, конечно, если у кого-то там пять или шесть, так, естественно, нужно приходить и узнавать, потому что это же уже не один, не два, попробуй ты справишься. Да, с одним учатся справляться опять, это же тоже целая наука, правда? Нет, ну, они там уже живут. Ребята, я, знаешь, считаю, что после трех, если вот три есть, уже все равно сколько. Кстати, так все говорят, да. Да, все равно. Так вот, Гена, когда пришел, вот, и пробыл у нас, позанимался, остался с нами, и он настолько классно ведет вот группы эти, почему? Потому что, во-первых, у человека потрясающий жизненный опыт в целом, да, вот, и для него все это живо сейчас, да, то есть вот у него дочке есть чем поделиться. И мы, на самом деле, рады, когда ребята приходят уже со вторым там или с третьим ребенком, потому что нам, на самом деле, нам важен опыт. Вот, что нужно ребятам, которые пришли вот сейчас на группу? Опыт, да, им не интересно какие-то там, не знаю, теоретические выкладки, как все это происходит, а что происходит здесь и сейчас? Что нужно делать, когда ребенок появится дома, как его покупать, как его там, не знаю, не обжечь что ли там, да, чем пупок мазать там, да. Сейчас тоже с теорией много, да. Вот вы говорили про совместные роды. Как вы считаете, зачем это необходимо, вот, что это дает? Совместные роды? Опираясь на результаты исследований, опять же, могу сказать о том, что это сильно сближает семью, вот, сами совместные роды. Не каждый мужчина отважится пойти, правда? Да, не каждый, но у нас стабильно на группе один-два человека стабильно участвуют в совместных родах. Если, например, 2009-й это было в диковинку, там, да, то сейчас это очень стабильно достаточно. И просто многие сталкиваются с такими страхами, что, там, интимных отношений не будет, да, секса не будет хорошего потом, да, после этого, там. Вот всех, кого видел вживую, кто, вот, реально был на совместных родах, никто не пожалел. Вообще ни один человек. Жены были благодарны, отношения сейчас просто, вот, на уровне. Я сам со своим, вот, третьим собирался, но, к сожалению, был далеко, да, мы все запланировали, но я был, вот, в Минске и не успел ночью. Жена в два часа ночи позвонила, говорит, я рожаю, и я лежу, и думаю, там, сплю, и думаю, как мне добраться до года быстро и понимаю, что никак. Но вы были с ней душой. Да, да, да. Да, но Ирина, я знаю, она тоже ходила на это занятие, где совместно с мамочками, осталась очень довольна, как женщины. Нравится им это занятие, где их приглашаете? Наверное, благодарна тоже. Да, 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 нравится. Я вот, опять же, по отзывам, да, вот, почему? Потому что, когда мы, почему совместно начали проводить? Потому что услышать альтернативную точку зрения, там, не мужскую, а еще не от своей жены. Вы же понимаете, да, что когда жена говорит или муж жене, оно как-то не очень доходит иногда. Да, есть такое дело. Да, вот когда вот говорят тоже только другие люди, оно как-то по-другому воспринимается все, да. И для ребят иногда действительно откровение, что вот, вот, есть так, вот, а есть по-другому, и ребята принимают. Вот, и тем более, вот, сейчас, опять же, на вот, на последней встрече была девочка, которая уже месяц назад родила. Вот, они там на бабушку как-то оставили, они пришли вместе, она говорит, вот, для меня вырваться. Вот, сейчас, вот, когда ребенок появится дома, это просто, вот, отлично, да, тема. Сергей, на примере своей семьи, как можете прокомментировать влияние папы школы? Папа школы заставляет меня готовиться к этой школе и, соответственно, пересматривать многие там положения в моей собственной жизни, да. Потому что, вот, я же говорю, когда разница между старшим и самым младшим 14 лет, и все было по-другому. Да, даже вот между средним, да, вот, между старшим сыном и младшим сыном, вот, разница там 6 лет, да. Каких 6? 9, 9 лет разница, да. Вот, все по-другому. И когда мы с ребятами, опять же, обсуждали эти вопросы, когда постоянно вот эти какие-то новинки, какие-то фишки, какие-то, не знаю, книжки новые, да, появляются, какие-то способы новые. И когда ты в этом во всем, когда ты слышишь опыт таких же ребят, ты понимаешь, вот, самый главный момент, что в каких-то серьезных случаях или, там, неприятных моментах или, там, в том же недосыпании ты не один, да, ну, как-то становится, там, понятно, что все в порядке. Полегче переносится сюда. Потому что, реально, вот, один из самых популярных отзывов, которые я слышал от ребят после группы, это то понимание того, что они не одни. Потому что, если мамы не видят друг друга, папы не видят, поделиться, как правило, не с кем. Ну, если только на работе, но вряд ли кому-то это будет интересно, по большому счету, да. И ребята, они говорят, слушай, мы, видишь, мы не одни вот такие, да, что такие же проблемы, где найти коляску, там, как эту кроватку поставить, как досыпать, да, что делать в этот момент. Вот, и понимаешь, что, на самом деле, все в порядке, там, все переживают это, все проживают, и поэтому все хорошо. Саша, эти модераторы, они на вес золота, наверное, в своих семьях и для жены, и для детей. Ну, я надеюсь, да, я надеюсь. Естественно, я знаю, что пытаетесь это все на практике, то есть неформально, не на словах. А есть вот среди модераторов, руководителей этого проекта, папы без детей, или все обязательно уже с опытом таким? У нас в Гомеле все, все с детьми, все с детьми, да, у нас в Гомеле все с детьми, у Сергея двое, у Макса один пока, у Гены вот пятеро, и внучка даже есть, вот у меня пока трое. Пока. Как-то так, да, да, наверное, пока. Предлагаю немножко прервать наш разговор. Мужчины, скажите, как вы относитесь к женщинам за рулем? Саша, Сергей. Свет, ну, не доводилось сталкиваться в каких-то неприятных ситуациях на дорогах с женщинами. Ну, в целом нормально. Я скажу так, что женщина либо хорошо водит, либо вот что-то и всегда не хватает. Хотя они аккуратнее, чем мужчины, аккуратнее, внимательнее. Поспокойнее, наверное, даже. Поспокойнее, да, не нарушают, не гоняют, не подрезают. Вот это есть, не отнять. Сергей, а вы как? Это вот я, Саша, слышу. На самом деле, когда вот иногда едешь и видишь, что что-то вот происходит впереди, очень медленно, и вот иногда непонятно, то вот процент... Я боялся это озвучить, но... Ладно, ладно. Закладывается мысль, может быть, там девушка, когда проезжаешь мимо, все-таки убеждаешься. Процент в дедоносце, это так и есть, да. Вы сейчас из студии выйдете, а там уже женщины собрались и ждут Сергея. Процент в дедоносце так и есть, но, в общем, слава богу, не попадал на такие ситуации женщины, поэтому... Вам повезло. Да, отлично. Да, знаете, женщины... Знакомые очень, ну, которые водят, в принципе, хорошо, хорошие водители, то есть ничего такого плохого сказать не могу. Сергей, когда мы общались с вами в последний раз, вы заканчивали магистратуру в БГУ по практической психологии, писали диссертацию о работе с молодыми отцами. Скажите, чем все закончилось, диссертация дописана, и как она помогает вам в работе? Закончилось все хорошо, диссертация действительно дописана, дала пищу для размышлений, на самом деле. Что мы выяснили, если поделиться там краткими выводами этого процесса? Средний возраст ребят, которые приходят на группы, около 30 лет. Вот, для нас тоже было несколько, да, таким новым, потому что ребят разные приходят, да, там и 22, там, да, может где-то и постарше, да. Средний возраст вот такой где-то. Что мы увидели? Мы работали над тем, над пониманием того, как папа школы, как группы с отцами влияют на конкретное направление, это на те страхи, на те переживания, которые есть вот у молодых отцов, в общем. Потому что понятно, что переживания есть, да, единственное, что понятно, мужчины не готовы ими делиться, да, они где-то там внутри, все в себе, да, кто поделится там этим. И вот мы работали над этой темой, и какие выводы мы получили, что действительно после проведения групп мы получили статистически значимое отличие. Мы увидели о том, что действительно этот уровень, этой тревожности, этих страхов, он снижается, причем снижается достаточно существенно. Вот, особенно там страховые переживания, связанных с именно уходом за ребенком, вот когда ребенок появляется дома. Вот, и, в принципе, получили те результаты, с которыми мы планируем работать дальше, да, там, как-то докручивать программу, улучшать эту программу. В принципе, над этим сейчас и работаем. Вот, как сделать все вот максимально хорошо. Саша, короче, я так Сергея послушала, и средний возраст, и какую пользу приносит, чувствую, тебе пора папа школу. Нет, пользу, вот, я думаю, что пора. Все совпадает. И возраст совпадает, и появление второго малыша совпадает. Сергей, у меня есть ваш телефон. Отлично. Так что ждите на занятии. Нет, ну, конечно, польза, я думаю, что велика. У самого была куча страхов, просто уже второй ребенок, поэтому немножко полегче. Но, тем не менее, вопросы, вопросы есть, так что приду. Отлично. Сергей, слышала, собираетесь вы регистрироваться папа школы в качестве общественной организации, да? Да, это больше, наверное, не папа школа, да, это папа школа, как один из наших проектов, флагманских проектов. Мы готовим документы, и, надеюсь, на этой неделе, на следующей уже будем регистрироваться. Гомельскую городскую общественную организацию, организацию Совета отцов города Гомеля. Вот она, надеюсь, что будет так и называться. Мы хотим усилить нашу работу с отцами в целом и с семьями в том числе, да, потому что основная задача – это все-таки сохранение семей, семейных ценностей, наших традиционных семейных ценностей. И как образец, опять же, как примерно эти мысли натолкнули наши друзья из Архангельска, с Россией. Там существует Совет отцово-архангельской области очень давно. И достаточно успешно работает на уровне не только там области, но в том числе и всей России. И мы планируем открывать, планировали давно, но как бы уже созрели для того, чтобы открыться, вот открыть в Гомеле, чтобы работать как-то здесь более широко. Например, самая, наверное, одна из основных задач – это организация Дня Отца. В городе Гомеле мы надеемся, что в следующем году мы его все-таки сорганизуем и проведем. То есть не только День Матери будет, но и День Отца. Да, да, да. Кстати, это было бы справедливо. Да, более чем. Учитывая, сколько уже воспитанников выпустил Папа Школа? Всего на группах было около 300 отцов. С учетом того, что мы где-то с группой занимаемся два месяца. Начинали как четыре месяца, а потом сократили до двух месяцев. И вот я как раз сейчас собираюсь в конце ноября на большую конференцию отцовства в Архангельске как раз. Буду там выступать на конференции, проводить мастер-классы. Возьмем, может быть, некий их опыт. Вот, да, попытаемся и не попытаемся. Посмотрим, что можно у нас там внедрить и сделать, потому что тема такая достаточно интересная. Тем более есть ребята, которые с нами, которые готовы делать. Их много, да. Вот те, кто прошел Папа Школы, те, кто не прошел, просто вот знает об этом, которые работают с нами. Сергей, вы тут мнение, что вот, ну, среди, наверное, подавляющего большинства мужчин, что вот женское это дети, семья, кухня, а мужское это работа, деньги и достаток в доме. Как можете прокомментировать, как относитесь к этому, к этой ситуации? Знаете, очень важный момент понимать, что у каждого есть своя роль жизненная, да. То есть понятно, что для ребенка до трех лет, например, самый главный человек это мама. Как бы мы ни хотели, там, как бы мы ни придумывали, ни говорили, что папа вот этот, папа отлично, папа важен, важен в своей части, да. Папа это как платформа, да, стабильная платформа, на которой держится мама и ребенок. У папы своя роль, у мамы есть своя роль, да, и они вот, они такие, которые есть, заложенные Богом, здесь все в порядке. Единственный момент, что когда папа вовлекается, скажем так, в воспитание ребенка, в отношения с ребенком уже в период беременности, а когда в период появления ребенка, отношения между папой и ребенком, они теснее. И это сильно сказывается, да, на, уже в подростковом периоде, да, когда есть просто тесное, хорошее, нормальное отношение. Ну, а и в том числе, что получается, когда, например, мама день с ребенком дома, маленьким, да, папа приходит домой, когда папа просто может забрать ребенка на какое-то время, да, пойти, не знаю, погулять, маме дать возможность отдохнуть, но это же хорошо для семьи. Отдохнувшая мама, это хорошо для папы, да, ну вот как-то так. Поэтому без проблем, то есть мы, у нас нет такого, например, в нашей семье, что вот это твое, это мое, да, мы все делаем, мы семья, как бы все делаем друг для друга, чтобы всем было комфортно, наверное, в этом основная задача. Да, основная задача, действительно. Сергей, ну и подводя итог, ваши аргументы в пользу папа школы, почему стоит? Быть. Быть. Это тусовка. Мужская. Я все ждал этого. Да, да, да. Знаете, очень интересный момент, ребята, когда вот мы говорим, иногда думая о том, что это какие-то курсы, лекции, никаких курсов, никаких лекций. У нас все проходит в форме дискуссии, общения, да, мы все, нам важен, как я уже говорил, опыт. Вот. И когда, например, у кого-то родился ребенок, и он приходит на вторую, на третью, на третью встречу, у него родился ребенок, он интереснее для всех пап, чем все ведущие вместе взятые. Потому что он вот это прожил, вот это уже у него есть, у него уже там ребенок не спит, скажем так, ночью, или спит, да, и он этим может поделиться, это здорово. Вот. Поэтому прежде всего это общение. Конечно, у нас есть своя программа, по которой мы работаем, есть материалы, мы постоянно, скажем так, развиваемся, тоже посещаем всякие там всевозможные семинары, там курсы обучения. Модераторы у нас все прошли обучение на базе Минского соццентра. Вот. И какие могут быть там аргументы, да. Папы получают современную, актуальную информацию тому, как это происходит, вот в режиме здесь и сейчас. Мы отвечаем на те вопросы, которые есть сегодня у них, не которые там будут завтра, которые есть сегодня. Сокращается время, не нужно тратить время на интернет, на поиски там этой информации, тем более там сложно найти хорошую информацию, да. Но это хорошо для мам, да, потому что папа приходит и говорят, слушай, пришел там, жена посадила там, там еще теща, да, спрашивают, что там было. Это хорошо для мам. Это что показывает в целом? То, что папе или мужу, да, тоже интересен ребенок. Потому что одна из самых главных нужд жены, да, вот, которая по статистике входит в пятерку, это нужд мамы, нужд жены, да, это муж как отец. То есть женщине нужен, чтобы ее муж был отцом для ребенка. Вот это важно. И когда мама это понимает, да, что это так и есть, тогда все хорошо. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо, конечно, было интересно. Такой прекрасный собеседник, такую информацию интересную дали нам. Мы желаем вам успехов, чтобы у вас была посещаемость стопроцентная. Спасибо. И ваша общественная организация состоялась, организовалась. Успехов вам. Спасибо большое. Это дело приносит большую пользу, поэтому спасибо. Спасибо за общение. Было круто. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. А телезрителям мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был человек, который может поделиться огромным опытом собственного воспитания детей, определенное знание дать модератор «Папа школы» Сергей Бычков. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Добрый вечер. Гомель». И мы продолжаем. Саш, скажи, ты слышал о новинке в мире технологий? Я сейчас говорю о рабочем месте за компьютером, позволяющем работать в трех положениях. Да, конечно же, слышал. Это один из калифорнийских стартапов, который представляет собой рабочую компьютерную станцию, если не ошибаюсь. И ее обладатель может трудиться в трех положениях – стоя, лежа и сидя. Да, помимо названных трех режимов, существует также режим сотрудничества для коллективной работы. Положения меняются с помощью специального пульта. Разработчики предусмотрели столешницу с магнитом, которая не даст упасть мышке и клавиатуре. Рабочая станция предназначена для людей, которые много времени проводят за компьютером. Это дизайнеры, программисты, писатели, ну и представители других профессий. Но мы двигаемся дальше и с удовольствием представляем вам, дорогие телезрители, нашего следующего гостя. Это директор Караватической средней школы Реческого района Александр Васильков. Александр Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Александра Владимировича, дорогие телезрители, мы сегодня пригласили не в качестве директора школы, а в качестве человека, который очень увлечен коллекционированием марок. Его увлечение поддерживают все ребята, которые посещают клуб «Юный филателист». Александр Владимирович, с чего все началось такое увлечение ваше? Увлечение началось с подарка. Какого? Старший брат подарил альбом для марок. Кстати, он и здесь находится в студии, я потом его покажу. Сколько вам было тогда лет? Ну, посчитайте. Значит, мне было вообще 16 лет, поэтому это был первый подарок. Со временем он должен был наполниться. Эти марки, то есть альбом для марок, любой альбом нужно наполнять. Поэтому первый подарок заполнили очень быстро. Приобретали в киосках марки Кубы, марки Советского Союза, которые были в достаточном многом количестве. И, кстати, они были не очень дорогими, как в это время. А говорите во множественном числе, приобретали. Это с кем это вы? Всей семьей. Всей семьей. А, все поддержали в лечении? Все поддержали, все чуть-чуть. Один бы, скажем так, я не потянул это мероприятие. Поэтому первый альбом наполнили удачно, потом был второй альбом. Потом после окончания школы был период затишья, когда и филателия немножко угасла, и интересы уже были немножко другие. Поэтому что заставило вас вернуться к этому любимому занятию, коллекционированию марок? Значит, был в поездке в Германию, встретился чисто случайно с своими друзьями, с которыми переписывался из Швейцарии. И вот они, Александр, а ты вот помнишь, мы помним твое увлечение, когда мы переписывались еще в школе. Значит, ты собирал марки, и мы вот, готовясь к этой встрече, то есть мы знали, что мы будем пересекаться, мы привезли тебя, ну, чисто условно, скажем так, полкилограмма марок. Я думал, марки не килограммами меряются. Представь, получить столько марок, как было не возобновить это увлечение. Поэтому вот эти друзья, они просто долгое и упорное время, у них своя ассоциация, свой фонд благотворительный. Все письма, которые приходили к ним в эту ассоциацию, они просто напросто вырезали марки из конверта, то есть это были марки, прошедшие почту. Какие у вас хорошие друзья, Александр? Складировали другу Василькову, это Василькову, значит, отрезали. Это очень ценно. Поэтому, знаете, что пришлось возобновить все это, блеск в глазах, который был в школьное время, скажем так, и он возобновился, и мы начали вести и переписку активную. Затем обратил большое внимание на марки, которые начались выпускаться в Белоруссии. А есть такая категория, которая на данный момент, они стоят очень много. То есть марка 1994 года, посвященная блогам творчества Шагала, на сегодняшний момент где-то стоимость около 2-3 миллионов рублей, наукционного доходить за один почтовый блок. Вот это простые белорусские марки. Но идея возрождения школьного клуба пришла 4 года назад. Это был сентябрь месяц. Возрождение? То есть был когда-то этот клуб? Раньше существовал? Ну, я неправильно, может быть, выразился. Движение. Возрождение движения филателлистов. Однажды на урок по обществоведению я принес альбом с марками. И знаете, что есть категория учащихся, которая сразу видно, когда нравится. То есть блеск в глазах, и ребенку это интересно. Кстати, не только в отношении детей это можно, то же самое и взрослые люди. И когда вот улавливаешь этот блеск в глазах, все понятно. Вот он наш. Наш клиент. Вербуем свой клуб. Поэтому клуб был создан, начали проводить переписку, отправлять письма. То есть у нас на данном этапе из 167 школьников, учеников Крывачевской школы, 10%, 16 человек. Филателлисты? Они филателлисты. Ну, не такие, может быть, ярые, как директор школы, потому что в данный момент это все-таки требует вложения финансовых средств. Для того, чтобы мы наполнили вот один такой клясер альбом марками современными в Беларуси, негашенными, то есть непрошедшими почту, без печати, нужно 5-7 миллионов белорусских рублей. Плюс стоимость вот этого альбома на сегодняшний день около 700 тысяч. То есть достаточно дорогое увлечение. Для школьников, во всяком случае, точно. И вы знаете, дело в том, что мы не коммерческие филателлисты. Нас интересует марка не как, скажем, какое-то вложение капитала. Нас интересует марка как произведение искусства. У нас недавно в гостях, я вот вас перебью, был коллекционер фотоаппаратов, и он принес с собой в студию сумку с фотоаппаратами. И он сказал, что, Александр, вот эта сумка – это стоимость автомобиля. Вот если не секрет, то 5-7 миллионов рублей стоит только один альбом. Саша, ты сначала спроси, сколько у них таких альбомов? Александр Владимирович, сколько у вас альбомов? 34 альбома. Представляешь, 34 альбома. Тут уже спрашивать не надо, сколько это? Нет, я привел пример, когда мы наполняем такой альбом марками современной, белорусской филателлии. То есть то, что выпускается в данный момент. Они, естественно, дороже, чем… Ну, они очень дорогие. Скажем так, для школьника, вот марка, блок, последнее, что вышло уже, значит, в Беларуси, марка, посвященная, две марки, Новому году. То есть в любой стране мира принято, значит, под Новый год выходит новая марка, новый блок. Но стоимость вот этих в листе четырех марочек – 40 тысяч. То есть школьнику нужно подумать, то ли за 40 тысяч купить что-то, то ли… То ли четыре марки. Ну, покажите уже то, что стоит таких денег, вот, опять же говоря, о зарубских марках. А расскажите вообще, 34 альбома, они, наверное, как-то у вас классифицируются. То есть за каждый альбом отвечает конкретный ученик. То есть у нас несколько направлений. Это история на марках, это религия на марках, спорт, флора, фауна, транспорт. То есть в каждом альбоме по направлениям лежат марки. Какое направление самое распространенное, широкое, больше всего марок? Ну, я не знаю, кажется, флора, фауна, скажем так, оно более такое и разнообразное, и красивое, и интересное. Тем более, значит, если брать дорогие марки, старые марки, мы их не собираем, мы их не потянем. Мы просто… То, что перепадает, а знаете, у коллекционеров, допустим, марка, которая… Вот у меня в руках альбом почтовых марок США. Выпущен он был в 1938 году. До нас он дошел в таком состоянии. Как дошел до вас зарубежный альбом? Есть социальные сети. В данный момент и ребята хорошо общаются. Поэтому в социальных сетях у нас выставлено объявление, значит, во многих странах мира, такого масштаба. Привет всем, дорогие друзья, в простой сельской школе работает клуб «Юный филателлист». С особой благодарностью примем в дар почтовые марки, конверты, литературу по филателии, альбомы. Или просто напишите нам письмо с красивой маркой на конверте, а мы вам ответим. И наш школьный адрес. Ну, как много откликается людей на такую. Значит, пик активности был, когда, значит, в прошлом году мы получали ежедневно 2, 3, 4 письма. То есть это учебный процесс. Лето затихания, все на каникулах, все где-то в отъезде, кто-то в санатории, кто-то отдыхает за границей. Ну и вот альбомы такого масштаба через знакомых мне подарили. То есть тоже... А покажите в дури, я так понимаю. Значит, вот марки. Картинки, да? Да, марки. Значит, альбом очень такой специфический. Когда типографским способом печаталась марка, которая была выпущена, допустим, в 1858 год. А коллекционеру нужно было в 1938 году найти эту марку и вклеить в свободное окно. Угу. Целое дело. То есть, если, ну, альбом не заполнен, и заполнить его очень сложно будет, потому что, если купить эти марки, не очень дорогие. Но то, что дошло до нас, и, ну, это красиво, это интересно, это познавательно. Знаете, держать марку, которой больше ста лет. Ну и люди какие молодцы, делятся щедрые. Это такая вещь, наверное, тоже весомая, альбом такой. Ну, для нас вот это самое старое, самое древнее, то, что есть, самое интересное. Ну, тем более у коллекционеров, если марка, вот, Зазубринка или марка Переломана или Смята, она уже никогда не представляет никакой ценности. То есть, дорогая та марка, которая в идеальном состоянии, то есть, новая. Какие марки хотели бы вы показать, вот, на ваш взгляд, которые могут представлять интерес для наших телезрителей? Может быть, вам самые ценные? Вы знаете, что самое ценное, то, что показал альбом, но самое актуальное, недавно прошли выборы нашего президента. И я думаю, что не у многих остались, эти марки. Когда-то в 1996 году в Белоруссии была выпущена марка, посвященная первому президенту Республики Беларусь. Я поправлю. И вот таких марок, допустим, вот наш Александр Григорьевич, и таких марок уже практически нет. Они или у коллекционеров, или когда-то были наклеены на конверты и разошлись по всем. Вот это, скажем так, изюминка. Вот в альбоме у нас вместе с историческими личностями находится по центру вот этот квартблок. То есть, четыре марки вместе, которые не разделены. Да, интересные такие яркие. Значит, мы сотрудничаем с многими коллекционерами разных стран. Переписка налажена у нас с 38 странами. Скажем, очень актуально является обмен марками Белоруссии. Это вот мы, наш клуб работает очень хорошо с Израилем. В городе Хадера, в Израиле, есть такой коллекционер Михаил Капеленко. У него очень серьезная, мощная коллекция. Наша задача заключается в том, чтобы и здесь, в Беларуси, приобрести марки, которые его интересуют. Мы отсылаем ему. Ну, а обратно получаем марки Израиля. Или то, что коллекционер может выделить из своей коллекции в дублях и поделиться. В Норвегии есть очень, значит, бывший работник таможни Любовь Асхейм, которая работала в Советском Союзе. Она переехала в Норвегию, уже пенсионерка. Но она самый крупный коллекционер в Европе, скажем так. Значит, для нее очень интересно, что то, что было когда-то, подзервиваться в данный момент. Это необычно. Это, понимаете, она заинтересовалась вот этим. И, значит, то, что она может поделиться с нами, но она больше делится, скажем так, виртуальной коллекцией. Это женщина, у которой есть, допустим, египетские марки на дереве, индийские марки с драгоценными камнями. Норвежская марка, которая вышла два года назад, значит, она стоит в районе 7 долларов, значит, на серебре. Серебряная пластинка, такая фольгированная марка. Поэтому у этого человека все то, что необычное в филателии. Эксклюзив. Ну, конечно, такое нам не присылают, но в электронном варианте. Даже посмотреть. Фотографии посмотреть. И, знаете, сам для себя открываешь все больше, больше, больше в коллекционировании. Вот филателлист. Это человек немножко таких каких-то особых взглядов, вот как вы считаете? Ну, филателлисты, они люди завернуты на своем, понимаете. Со временем даже вот, значит, хочется чего-то больше. Если собрал, допустим, марки Советского Союза одного года или закрыт, там, 61-й, 1982-й год, я в хаотичном порядке называю. Значит, год закрыт, значит, нужно найти марку, которую недостают еще где-то там постарше или помладше. Все-таки это страсть. Ну, не без этого. И это заразно, наверное, да, раз дети увлечены тоже этим. Ну, мы стараемся, понимаете, значит, в клубе дети и из многодетных семей, которые не могут позволить. Поэтому мы стараемся найти то, что для чего не нужно влаживать деньги. Допустим, человеку не жалко отдать почтовые марки Советского Союза, потому что практически они ничего не стоят. Коллекционеров было миллионы, марки выпускались с 10-миллионными тиражами. А в данный момент коллекционеров очень мало, марок осталось много. Поэтому вот то, что можно найти дешевое, просто, дети собирают вот это. Юным воспитанникам клуба «Юный филателлист» коллекционирование марок расширяет кругозор? Ну, конечно. Потому что на марках мы можем узнать все новое, новое и новое. Я же говорю, что это биология. И также история. История. То есть в мире, во всех странах, все марки выпускаются по разным направлениям. То, что можно найти новинки почтовых марок, узнать очень просто. Заходишь на сайт любой почты, открываешь страну, открываешь раздел «Филателли» и смотришь новинки. Поэтому, если нельзя потрогать руками, то можно хотя бы полюбоваться взглядом. А вот в Беларуси, скажите, существуют ли тоже на базе школ какие-то подобные клубы? Я знаю, что есть клубы в Брестской области, школьный клуб. И есть, слышал на Витебщине, но мы с ними не сотрудничаем. То есть 3-4 не больше? 3-4 не больше. По крайней мере, я их не слышал. В социальных сетях они нигде не представлены, в интернете тоже. Ну а Белорусский союз «Филателлистов» тоже существует. Они работают, мы с ними сотрудничаем. Помощь нам оказывает, допустим, Реческий районный узел связи. Нет, хотелось спросить, сотрудничаете? У нас просто на передаче во Всемирный день почты была Галина Терещенко. Говорила о том, что они знают вас. Ну и Степан Петрович Смольский к нам заезжает иногда. Ну и как иногда раз в полгода, в любом случае, он заедет, поинтересуется, что-то подарит в дар. Ну и приятно, что нас ценят, нас знают, нас вспомнят. Ну а в выставках участвуете «Филателлистов»? Ну последняя выставка была у нас, когда, значит, День учителя. И мы принимали участие от каждого района, от учителя-коллекционеры. На местном уровне клуб принимает участие. И когда в районе проходит какое-то мероприятие, поэтому мы выставляемся. Но до серьезных выставок, которые проходят за границей, мы, конечно, еще, может быть, не доросли. Ну, я думаю, пятилетие клуба, которое будет в следующем году, что-то мы уже организуем. Придумаете такое, да? Выйдите. Александр Владимирович, переписка, знаю, уже говорили о том, что очень со многими странами, смотрю, даже целая папка, какие там у вас числятся. Ну, это одна из папок, то, что я взял. Это первые наши переписки. То есть здесь мы для истории клуба сохраняем, допустим, письма, которые приходят к нам с пожеланиями. Значит, мы просим марок, просто отправляем электронные письма или, допустим, посольство Израиля в Минске. Значит, по вопросу культурного обмена обращаемся. Вот они присылают нам письмо, присылают несколько марок Израиля. Это первые шаги, которые мы предпринимали, как мы познакомились дальше. Допустим, письмо посольства Японии, то же самое. Нам дали ответ, к нам не безразличный, нам организовали помощь. Письмо чемпиона Европы по шашкам Андрея Валюка. Значит, в 2012 году он тоже откликнулся на наш призыв, написал нам письмо, выслал по существовую марку и пожелания. И школьный клуб получает вот эта статья в прессе, в газете «Гумельская правда», в газете «Лад», в «Пярну». Ну и о письмах мы получаем вот такого формата. То есть красиво марка на конвертах выглядит примерно вот так. Замечательно, красота. Вот все то, что люди написали, если кратенько, вот еще оставляем мы для истории, чтобы это все сохранялось. Александр Владимирович, коллекционируете вы не только марки, что еще коллекционируете? Бумажные денежные купюры всех стран времен народов и монеты. То есть это очень познавательно и очень интересно. То есть вы не только филотилист, вы еще и нумизмат, а также коллекционер банковских документов, правильно? Да, банист. Да, действительно увлеченный человек. Спасибо вам большое. Хочется вам пожелать удачи в вашей коллекции, процветания клуба «Юный филотилист». Ну и заражайте детей этим хорошим, прекрасным занятием. Пусть они познают и расширяют свой образ. Спасибо, что пришли к нам в гости сегодня. Всего вам самого доброго. Спасибо огромное. До свидания. Телезрителям напоминаем, что сегодня у нас в гостях был директор Кроватической средней школы Реческого района Александр Васильков. Уважаемые телезрители, мы передаем слово нашему корреспонденту Юлии Борисовец. В эфире рубрика «Дежурный по Гомелю». Добрый вечер, студия на связи «Дежурный по Гомелю». Закрытие юбилейной олимпиады школьников Беларуси и России, республиканский конкурс «Автоледи» и баскетбольный мастер-класс. Об этих событиях подробнее прямо сейчас в нашем обзоре. На проект международного масштаба «Россия и Беларусь. Историческая духовная общность» в Гомель приехали школьники союзного государства. Около 200 новых имен появилось на небосклоне филологии, культуры и истории. Кстати, за 10 лет проведения олимпиады гомельские школьники продемонстрировали хорошие результаты, ежегодно добавляя в копилку новые призовые места. Юбилейная олимпиада принесла вторые, третьи места, а также многочисленные дипломы. Учителя русского языка и литературы находятся на правильном пути, прекрасно преподают в школах и учебных заведениях нашего родного города и области. И результаты, они всегда нас радуют. С каждым годом популярность олимпиады растет. Для победителей из России это возможность стать обладателем престижной президентской премии по поддержке талантливой молодежи. Белорусские победители имеют право поступать в высшее учебное заведение филологического профиля вне конкурса. За эти годы олимпиада стала самым ярким, самым значимым, одним из самых уникальных проектов союзного государства. Потому что на олимпиаде собираются лучшие молодые умы Белоруссии и России, ребята, увлеченные историей, русским языком, литературой. А что может быть больше объединять народы Белоруссии и России, как история, язык, литература, общая история и общая духовность. Командное золото получили мельчане. Лидерство и абсолютная победа у Виктории Степанюк из Могилевской области. Я хочу сказать большое спасибо своему учителю, который дал мне такие знания, которые оценили даже на таком высоком конкурсе. Другим участникам я хочу пожелать удачи, не расстраиваться, если дипломов нет. Потому что это очень интересное мероприятие в плане общения, в плане программы, в плане экскурсий. В любом случае это замечательный урок. Торжественная церемония закрытия 10-й юбилейной олимпиады в Гомеле получилась масштабной. Следующая встреча любителей слова состоится уже на российской земле. Участников будет ждать Нижний Новгород. Женщины-водители выехали на поединок, главным призом которого было звание Автоледи 2015. Шесть девушек продемонстрировали свои знания в правилах дорожного движения, творческие таланты и мастерство управления автотранспортом. На республиканском уровне такой конкурс в нашей стране проводится впервые. Среди областных центров наибольший опыт проведения таких мероприятий именно у Гомеля. К слову, интерес к соревнованию проявили не только белорусские автомобилистки. Так как у Гомеля дружественные и у всей Беларуси дружественные отношения, в том числе с Российской Федерацией, Гомель очень дружит и ГАИ, в том числе взаимодействие идет, без этого никак нельзя. С Брянской области мы, Брянская область знала, что мы проводим такой конкурс и предложили свое участие. Мы с удовольствием поддержали, нам это только приятно. Автомобильный руль в женских руках – это не граната, а в мастерстве вождения прекрасная половина человечества не уступает мужчинам. Это с легкостью доказала гомельчанка Юлия Кондратенко. Именно она завоевала победу и звание лучшей автомобилистки Беларуси. «За рулем я уже 7 лет. Без своего автомобиля даже не представляю своей жизни. Он меня всегда спасает в экстренных ситуациях, когда надо куда-то откуда-то добраться. Скажу честно, после конкурса, после областного конкурса, я стала больше соблюдать правила, ездить там, где надо останавливаться, ездить в меньшей скорости». Учиться нужно у лучших. И у юных гомельских баскетболистов была такая возможность. Мастер-класс для них провел в центровой сборной Беларуси Николай Алексеев. Он защищал цвета национальной сборной более 15 лет. В клубной биографии спортсмена опыт выступлений в США, чемпионатах России, Украины, Югославии, Венгрии и других стран. После завершения карьеры игрока Николай Алексеев баскетбол не оставил и теперь делает первые шаги на тренерском пути в Республиканском училище Олимпийского резерва. Опыта достаточно и есть чему научить молодежь. Дети внимательно слушают и с энтузиазмом выполняют упражнения. И много тактики, технических приемов и физической подготовки. Мастер-класс включал различные аспекты игры, однако главное не это. Детский баскетбол нужен для того, чтобы им было весело, чтобы их просто заинтересовать, рассказывать им какие-то там навыки, технические аспекты, это им рано. И мастер-классы делаются с детьми больше для того, чтобы просто привить к ним любовь к этому виду спорта. Мастер-классом все не ограничилось. Мероприятие стало частью республиканского проекта «Оранжевый мяч». Спортшколы Гомельской области получили в подарок мячи с логотипами Белорусской федерации баскетбола и Национального олимпийского комитета. Будем надеяться, что такие спортивные мероприятия будут чаще проводиться в нашем городе, но мы продолжим изучать дайжест актуальных событий, чтобы обязательно вам о них рассказать. До встречи! Саш, скажи, ты помнишь мультфильм о домовенке Кузе? Конечно, помню. Нафаню! Прекрасный мультфильм, правда? Замечательно. И сколько раз его не просматриваешь, всегда вызывает только улыбку. А ты знаешь, кукольных домовят, мальчишек и девчонок делает мастер авторских игрушек Ольга Старосотникова. Сегодня Ольга у нас в гостях. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, как так получилось, что несмотря на то, что детство уже позади, кукла вновь вернулась в вашу жизнь, и вы начали заниматься таким красивым творчеством? Да, получилось так, что родилась моя дочь, и мне пришло что-то интересное ей сшить. Это был первый ангел. Вот он, ангел-хранитель снов. Он охранял сны ее, чтобы она засыпала крепко. Давно вы эту сшили куклу? Сколько лет назад? Пять лет назад. И спустя пять лет вот все это вылилось вот такое замечательное искусство. Продвигалось, все улучшилось, да. И чего, какие были, ну понятно, да, хранители снов, а потом что? Что еще пользуется? Потом была первая кукла тыквоголовая. Вот такое вот лицо круглое. Я ее подарила, и пошло как бы улучшение, начались... Таковоголовая это домовенок Кузя, да? Да, да, только то была кукла. Как будто из мультика игрушка. Вот смотри, все так идеально подобрано, вот прекрасно. Прекрасно. Какие куклы еще вот делаете? Из чего? Ближе к людей, чтобы... Ближе к соображениям людей. Я знаю, что куклы ваши так вот со стороны людей отмечают, что они даже похожи на людей. Да, да, бывает даже на чьих-то детей, бывает делают заказы, чтобы по фотографии. Ну а также прохожие смотрят и говорят, что очень на меня чем-то похожи. На хозяйку, дети похожи на маму. Ну это удивительно, вот посмотрите, как ручная работа, вот каждая кукла какую-то энергетику излучает, то есть, наверное, у нее есть характер, есть имя. Все верно, у куклы есть характер, есть свое имя. Вот это Николя, он мальчик-летчик, у него мечта, когда он вырастет, обязательно станет летчиком. Вот это девочка Наташа, более новогодняя, она верит в новогодние чудеса, в сказки, в добро и зло. И обязательно добро должно победить. Вот это девочка Танечка, она постоянно ходит на улице гулять, когда хорошее настроение, пускает свои кораблики. И опять же, есть мечта у нее, чтобы все чудеса исполнялись. Ну и, конечно, Кузя. Да, также есть Кузя. Кузя-хранитель очага доброго. Он охраняет от злых глазов, вот, оберегает и также приносит в дом чудеса. Ольга, я знаю, что в каждую вашу куклу вшито сердце, это так? Да, да, да. Мягкое сердечко, которое наполнено разными травами. Есть лаванда и розы. Ой, так они еще и ароматные эти куклы. Да, и ароматные. Но эти куклы, они не игровые, с ними нельзя играть, но чисто так. Они украшают интерьер. Украшают интерьер, да. Великолепное дом. А какой-то уход за ними нужен, там, ну, пыль иногда бывает. Обязательно, да. Только мягкой кисточкой протирать от пыли. Либо аккуратненько, сдалека пылесосом. Больше. Ольга, ну у вас дома целая мастерская. Да. Всякие ткани, пуговички, ну, все, что необходимо для создания. Где берете материалы? Материалы только, конечно, через интернет. К сожалению, у нас в Белоруссии очень мало. Мне надо именно ткани, чтобы был маленький рисуночек для кукол. И обязательно натуральное. Это хлопок, может, даже бязь. Ну да, попробуйте вот такое пальтишко, например, такую ткань найти для этой куклы. Приходится сотрудничать с Китаем, с Америкой. Американский хлопок, есть турецкий. Вот. И фурнитура покупается, есть, конечно, и здесь в Гомеле, но, опять же, больше с Китаем. А много у нас в Белоруссии увлеченных людей вот таким творчеством? Очень много. Мне, конечно, жалко, что они не все показывают свое творчество, но их очень огромное количество. Мы стараемся общаться, переписываться, состоим в клубе, встречаемся, ну, очень много. У нас многие мастера делают открытки, вот, ручная работа, это я знаю, это популярно. Но вот куклы как-то вот не доводилось встречать лично мне. Скажите, Ольга, ну, а аксессуары для кукол как-то тоже сами делаете? Да, обязательно. Обувь, сумочки, это делаю сама. Это трудоемка вообще, это процесс тяжелый? Конечно, да. Бывает, что вот с самолетами мне приходилось искать мастера, именно мастера, который тоже мог сделать его. Такую миниатюрную модель. Да, миниатюрную. Конечно, есть клеточки, которые, опять же, приходилось ехать в Минск за одной клеточкой. Вот, ну, а так, конечно, пытаюсь сама. Домовенка Кузи долго мастерили? Вообще его не очень-то и долго. Буквально три дня. Но вот на кота уходит огромное время, его надо валять. И бывает даже, конечно, пальцы пробиваю. Ну, конечно. Ну, много времени. Наверное, какие-то и быстро куклы создаются, а некоторые все требуют. А вот нужен порыв душевный какой-то? Обязательно. Если нету творчества, это все, ну, стоит на месте. Я знаю, Ольга так может увлечься, что до утра даже... Бывает. Это у меня часто, до четырех утра бывает. Вы увлеченная натура? Увлеченная. И если мне нравится эта кукла, я ее и обнимаю, и целую. Но, конечно, до конца. В полном смысле слова, как с детьми. Да, да. А как ваша дочка относится к таким увлечениям мамы? Да, ей очень нравится. Она... Мама, иди работай, говорит мне. Создавай новую куклу. Да, и начинает расспрашивать о этой кукле. У нее много кукол, сделанных вашими руками? Если честно, маловато. Ну, если они не для игры, видишь, они только больше интеллированные. Кролики, кролики больше для игры. У них тоже вставлено сердечко, оно металлическое. Они идут на шплинтах, эти кролики. Их можно раздевать, передевать. Как бы у них огромный гардероб, я его не взяла. Но, как бы, у меня звучи любят с ним играть. Вообще принцип создания куклы? С чего все начинается поэтапно? Сначала беру бязь. Я прострачиваю, делаю заготовочку. Потом тонирую. Либо кофе с корицей, либо чай. Да, это все высыхает. Потом рисую личико, на глазки наношу эпоксидную смесь. И потом все. Идут волосики, одежда. И опять же, я стараюсь одну куклу сделать. Вроде бы придумала. Но она свое дает. Как вы считаете, почему человек, особенно ваши куклы, почему их одухотворяет? Есть в этом какой-то смысл? То есть, вы говорите, что вы с ними спите, и имена придумываете. Зачем это? Что это дает? Ну, я не знаю. Я, когда создаю куклу, она как дает себе сразу свое будущее, историю, имя. Все само собой приходит и рождается. Да, все само собой. Как вдохновение нашло. Я думаю, это как полноценный член семьи. Вот стоит так на полке, да? И с ним и здороваешься, когда с работы приходишь. И привет там, Наташа, привет Таня. Были любительные такие куклы, которые, конечно, тяжело было расставаться, но приходилось. Приходилось дарить друзьям, сестре, как бы, дорогим для себя людям. Как муж относится? Муж сейчас... Когда жена по ночам до 4 утра сидит за машинкой. Раньше, конечно, не поддерживала. Он не понимал, почему жена, ну, занимается куклами. Вроде бы уже и выросли с этого. Вот. А когда уже начала участвовать в выставках, постепенно росла я с куклами. Как бы они все улучшались, все хороше и хороше. И теперь он только за... Он рад, он помогает мне, он делает подставки мне, если я попрошу. Разделяет увлечения? Да, разделяет. Ольга, какую-то книгу вот с собой перенесли? Что это за книга, скажите нам? Я приобрела эту книгу для дочери Кейди Камила. «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Ага, то есть куклы создаете, и вот она, вы читаете какую-то... То есть из книг черпаете свои идеи? Ну, эта книга меня вдохновила. Там кролик, именно кролик которого тоже создал мастер, подарили девочке. И эта девочка очень любила этого кролика. Она постоянно его брала за стол, кормила. Когда уходила в сад, она говорит, «Дождись меня, я тебя наведу часики, и когда прозвенит будильничек, я буду уже дома». И она его ухаживала с ним, передевала. Ну, тут же написано «Удивительное путешествие». Этот кролик попадал в разные руки. И к хорошим людям, и к плохим. Как бы его беднягу даже потрепало. Тут видно осколочки на лице. Его, к сожалению, уронили, и пришлось так, что склеили. Ну, очень интересная книга. Я ее как бы советую всем, но деткам постарше. Если прочли, тогда лучше пересказать, потому что есть моменты. Как хорошо. И книга, и истории такие интересные. И когда игрушка такая же есть, мама сделала игрушечку. В общем, Валерия ваша с интересными игрушками и историями живет. Скажите, вот если покупать, дорога ли такая игрушка? Да, игрушки эти дорогие. Они очень ценятся, и меня больше покупают коллекционеры. Ну что ж, мы желаем вам только успеха в вашем творчестве. Вдохновения, чтобы новые идеи. Вдохновение, сил на реализацию всех задумок. Спасибо большое. Обязательно оправдываю чем-нибудь еще новым. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Телезрителям напомним, что у нас в гостях сегодня была мастер авторских игрушек Ольга Старосотникова. Наша программа подошла к концу, и у нас со света есть для вас пожелания. Дорогие телезрители, смотрите вперед с надеждой. Назад с благодарностью. Вверх с верой. По сторонам с любовью. Это была программа Добрый вечер, Гомель с Александром Гамолей. И Светланой Князевой. Всем хорошего вечера. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова